Следует понять такую вещь, что здесь много факторов влияют, и мы будем их разбирать последовательно. Вот как правильно общаться. Я иду от простого к сложному. Ну то есть вот самый первый фактор, это вообще вот энергетика вашей жизни. Потому что если она истощена, ослаблена, то вы никак не сможете правильно с ним общаться. Вам нужно общаться поменьше, просто быть вместе и выполнять свои обязанности перед человеком. А если вы начнете общаться, то будет скандал. Итак, если вы продиагностируете себя, если вы начинаете общаться с близким человеком, начинается скандал. Это значит, что есть определенные причины. Я вам сейчас их перечислю, все эти причины. И если этих причин нет, вы их устранили, значит остается только одна. Это плохой период вашей жизни. То есть у вас настолько плохой период, что все делая то, что вам сказано, все равно энергетика вашей совместной жизни низкая. Это значит, что у вас нет сил любить друг друга. Вот допустим, ваш ребенок плачет, у него нет сил вас любить. Есть причины конкретные, вы их устраняете, смотрите. Или он не выспался, или ему надо покушать, или ему не хватает свежего воздуха, вы выносите его на улицу. Или у него что-то болит. Все вот такие простые причины, да? Они все наперечет. То же самое у человека. Смотрите, то есть, вот вы ссоритесь, допустим, да? У вас, вы кушаете нормально же, правда все? Но с голоду никто сейчас точно не умирает. Правда? Болезни, скорее всего, нет. Может быть, есть какие-то болезни, тогда это может стать причиной. Если человек болен, не надо пытаться с ним глубокие отношения строить, потому что у него на это нет сил. Все силы идут на болезнь. То есть, вы высыпаетесь же, правда? Если вы не высыпаетесь, обязательно высыпаетесь. А если вы не выспались, вы сняете отношения, потому что будет скандал. Когда человек не выспался, у него нет сил общаться. Чтобы общаться, нужно вкладывать силы. Мы говорим об энергетике семьи. Она на двоих одна. Вот если близкий человек болен, у вас тоже сил мало, потому что у вас энергетика общая. Поэтому если кто-то в семье из двух болен, или не доедает, или не досыпает, значит, тогда нет смысла глубокие отношения строить. Глубокие отношения означают открывать сердце, слушать, как он открывает. Вот такой процесс. Значит, у вас не будет возможности. Следующая причина, которой точно, скорее всего, у половины из вас нет возможностей, или эта причина точно есть, это природа. Вот смотрите, многие женщины замечают, что маленькие дети нуждаются в свежем воздухе. И водят их на коляске, и они поэтому хорошо растут, спят там сразу на свежем воздухе, потом хорошо кушают. Вот они замечают это, и это делают. А чем отличаются взрослые люди от маленьких детей? Да ничем. Нам всем не хватает природы. Поэтому если вы видите, вы постоянно на скандале, постоянно дома какие-то у вас идут распри, то вы просто погуляйте на свежем воздухе вдвоем. Вот именно вдвоем. И вы увидите, как вам легче станет общаться. Вот вы по парку будете идти, сможете поговорить с близким человеком. Понимаете? То есть вы начнете, когда на свежий воздух ходить, у вас сразу улучшится отношение. Поднимите руку, кто так сделал, и сразу так получилось. Видите? Достаточно много людей. Итак, энергетика моей жизни. Вот мы, в энергетике моей жизни или моей семьи существуют три уровня. Первый уровень физический. Означает сон, еда, означает свежий воздух, движение. И болезни. Отсутствие и присутствие болезни. Болезни возникают от плохого периода жизни. Или в целом от неправильной жизни. Они копятся, и они разрушают возможности общаться. Есть болезнь, нет близких отношений. Потому что болезнь забирает силы. Она не дает человеку возможности. Для близких отношений нужен большой психический ресурс. Это очень сложная вещь, близкие отношения с близким человеком. С близких отношений с подружкой, пожалуйста, ресурс гораздо меньше. Близкие отношения с родителями тяжелее. Ресурс нужен, но меньше, чем близкие отношения с мужем и женой. Близкие отношения с мужем и женой самый большой ресурс. Даже с ребенком отношения близкие, или большой ресурс, но меньше, чем близкие отношения с мужем или женой. Потому что самая тяжелая судьба заложена в отношениях между мужем и женой. И там нужно много сил. Если, допустим, вы удивляетесь, между нами нет близких отношений. Главная причина — нехватка сил. Нет энергетики нормальной в семье. Итак, правильно питаться. Вы говорите, мы наедаемся, что у нас нет энергетики? Ну, смотря когда вы наедаетесь. Если вы наедаетесь на ночь, тогда у вас не будет энергетики, потому что вы оскверняетесь. Когда человек объедается на ночь, он оскверняет свое сознание. Он теряет силы, не приобретает их. Употребление пищи на ночь сокращает продолжительность жизни, портит характер человека, портит гормональные функции, разрушает возможность зачинать детей. Если человек увлекается мясом, происходит то же самое. Мясо, рельба — это пища, которая утяжеляет психику и жизнь. Она не способствует отношениям. То есть надо изучить, как правильно питаться. Есть пища, улучшающая настроение. Пища, благостная пища. Какая пища улучшает настроение? Это фрукты, ягоды, специи, молочные продукты, орехи. Пища, улучшающая настроение. Есть пища успокаивающая. Это овощи. Все виды овощей — это успокаивающая пища. Есть пища, которая дает здоровье. Это зелень. Вот пища, зелень, предназначена чисто для того, чтобы убирать болезни из организма. Если человек болен, соответственно, надо больше зелени есть. Какой, какая ему нравится. Листья. Баланс создает в организме. Эта пища до баланса. Травы успокаивают. Чайные, все травы, все чаи успокаивающим действием. В целом. Если это трава, вот трава, да, не из специй чая, а из травы, успокаивающая сила. Какая у нас еще пища бывает? Сладкая пища, да? Отдельная категория. Женщины выделили. Сладкая пища улучшает настроение, гормональные функции, но она должна кушаться вовремя, утром и днем, не вечером. Еще какая пища бывает? Крупы. Она предназначена для того, чтобы активизировать психику для серьезной умственной и психической деятельности. То есть, чем больше у человека работы психической, тем больше надо зерновой пищи есть. Ну, то есть, здесь еще зависит от того, насколько он ее может переварить. Ее надо есть всегда в обед, ведь не вечером, не утром, потому что это самое энергетически тяжелое перевариваемое пищей и все пищи, которые нормально есть. Ну, естественно, мясо еще тяжелее переваривается, конечно же, чем крупы, намного. Все, со всей пищей разобрались. Молочная пища это пища, которая одновременно успокаивает и дает хорошее настроение. Эта пища главная, ее надо добавлять везде, в каждое блюдо, кроме компота, надо добавлять молочные продукты, для того, чтобы они обрели благость. Понятно? Эта пища, она успокаивает, это энергия любви. Есть два продукта, которые сотканы из любви, это молоко и мед. Мед это любовь к пчел, а молоко это любовь к корову или козы, допустим. Поэтому эта пища, она успокаивает и поднимает настроение одновременно. Она должна присутствовать очень активно в рационе человека. Бывает, люди не переносят молочные продукты, допустим, коровьи, но можно козы тогда попробовать. Ну, то есть, она нужна, но если человек вообще не может молочную пить, ничего страшного, можно без нее прожить. Субтитры сделал DimaTorzok